парни девчонки всем привет сегодня мы рассмотрим с вами очень актуальную тему с которой сталкивается каждый человек накопивший или заработавший 1 миллион рублей для покупки автомобиля казалось бы 1 миллион рублей в принципе хорошая сумма и еще три-четыре года назад за эти деньги можно было купить хороший автомобиль новый d-класса не в самой базовой версии сегодня на момент 2017 года сейчас 4 апреля что можно купить за 1 миллион если брать машину в максимальной комплектации и так чтобы еще что-то осталось на каско там какие-то первые нужды смотрите kia rio в максимальной комплектации 950 тысяч рублей прайсовая цена hyundai solaris порядка там 900 тысяч рублей и так далее если рассмотреть автомобили чуть получше ну тоже что-то из корейцев там или даже японцев по сути все дорого за 1 миллион ты нового хорошего сейчас ничего не возьмешь так вот с чем многие сталкиваются имея миллион рублей покупать какого-то там корейца да нахрен это надо лучше я себе куплю трех годовалого немцы и именно поэтому сегодня мы с вами рассмотрим mercedes c-класса друзья но прежде чем мы продолжим обзор нажмите сейчас пожалуйста на паузу напишите ваше мнение чтобы вы купили имея 1 миллион рублей при условии то что это автомобиль будет там 2-4 лет не старше не моложе а что мы имеем сегодня mercedes c 180 компрессор 2013 года пробег у автомобиля порядка 66 тысяч километров выпускался данный кузов double 204 с 2011 по 2014 год 156 лошадиных штилл 1.6 объем двигателя работает в паре 7 ступенчатым автоматом смотрите друзья вот такой аппарат сегодня на автору 13 года можно найти порядка одного миллиона ну миллион сто пробеги бывают разные то есть вот чем я не люблю вторичный рынок здесь ты себя покупаешь кота в мешке вот по объявлению понять ничего невозможно посмотри вот есть машину 2013 года 40 тысяч пробег а есть машина 2012 года а у нее пробег там 150 тысяч и она 2012 года она дороже чем нежели вот там 2013 40 тысяч о чем это говорит о том то что есть велика вероятность нарваться там набитый автомобиль либо автомобиль с какими-то там внутренними поломками вот давайте сейчас представим то что мы с вами приехали покупать вот такой автомобиль нашли какое-то нейтральное место и стоим сейчас так вот с продавцом общаемся на что мы в первую очередь с вами будем обращать внимание ну конечно же на лакокрасочное покрытие на кузов целом сейчас я вам со своей стороны сто процентов говорю то что у нас автомобиль не битый полностью вот-вот-вот чтобы ничего не произошло на будущее так вот смотрите цвет серый да серый металлик у него есть один большой плюс то что на нем никаких коцок царапок незаметно сейчас машину помыли по кругу прошли все в принципе в хорошем состоянии но в любом случае купив ты бы уж на автомобиль что-то захочешь делать первым делом освежить его чтобы ты выходя из дома видел такой наш новенький автомобиль тоже для тебя он будет именно новеньким так вот загнать автомобиль на полировку плюс сделать какое-то нанесение хотя бы в один слой там допустим нано керамики цена вопроса будет порядка 30-40 тысяч рублей я называю с условия того что например кузов там в плачевном состоянии понятное дело то что можно найти дешевле но можно найти цену и выше пойдемте ближе к автомобилю смотрите второе на чтобы я обратил внимание и посоветовал бы сделать то же самое вам это оптика то что это ну немаловажный фактор когда ты едешь вечером чтобы дорогу было хорошо видно со временем big xenon который у нас здесь стоит ну начинает давать не такой хороший свет знаешь такой более мутный тузлый свет что делать в первую очередь владельца там автомобиль то в двух-трех уже лет ну сначала просто полирует фару раз это как правило ну может помочь но не сильно вторым вариантом что можно сделать поменять лампочку но некоторым кажется наши дачи бытует такое мнение тоже со временем xenon становится начинает светить тускнеет да это действительно так но по факту по факту вся проблема кроется в отражателях они начинают просто-напросто выгорать именно поэтому свет становится не такой глубокая тема суть какая легче всего здесь именно его восстановить не покупает новый а вот обратись какой-то сервис который тебе все это восстановится на вопроса будет порядка за две фары я думаю ну в районе 7-10 тысяч опять же как и где-то на кого нарвешься против туманки у нас здесь стоят диодные идут спереди парктроники большая звезда ну хромир на решетку посмотри сам на автомобиль на сегодняшний день несмотря на то что это уже получается старая версия уже есть новый mercedes c-класс машин все равно смотрится еще свежо по мне вот особенно в мгшном обвесе машина вообще такая наш заряженная такая ну дерзкая получается в любом случае в регионах автомобиль будет в принципе еще думаю 2-3 года как минимум таким свеженьким выглядеть такой покупая такой автомобиль многие задаются вопросы мы чаще пытаются искать на них ответы в интернете что же смотреть на что же обратить внимание давайте откроем капот и постараемся вкратце пробежаться по самым основным известным болячкам а болячку этого автомобиля я бы сказал не так много первое турбина вопрос ломается не ломается надежность значит находятся люди которые жалуются о том что она полетела на пяти тысячах кто-то говорит на 105 тысячах но это из серии таких более знаешь редких жалоб то есть не повальная проблема добывает но в принципе это можно сказать заводской брак второе значит коробка 7 ступенчатый идет нарекания в принципе есть они не поваленные все симптомы стандартные для коробок то есть начинает пинаться начинает держать скорость то есть здесь нужно понимать что в принципе бывает случай когда ее можно по-быстрому починить самое главное запускать есть какие симптомы проявляет сразу отправляетесь на сервис про который мы попозже обязательно поговорим и диагностируете не надо запускать если что-то вас засмущало надо сразу ехать на диагностику далее идем термостат ну бывает знаешь такое то что некоторые жалость там зимой плохо греется там холодно машине становится термостат замены гарантийный случай в районе пяти тысяч рублей стоит термостат далее рулевая рейка ремонт можно сделать он как правило не помогает то есть на короткий отрезок времени соответственно есть ты с этой проблемой столкнулся сделал ремонт то нужно уже искать сразу замену как правило это альтернативные варианты потому что имея mercedes тем более на вторичном рынке если его купил вряд ли ты будешь его обслуживать у официального дилера да еще и постоянно покупать оригинальные запчасти давайте поговорим про двигатель значит смотрите у нас идет серия м 274 de есть двигатель м 271 de он идет уже на 1.8 к чем здесь ключевая значимость вот много споров есть одни говорят 271 хреновую все он с косяками сам mercedes вот нашел реально статью где они говорят это у нас самый надежный двигатель хороший другие же говорят то что именно 274 надежный одно поймите пацаны здесь может быть проблема с цепью опять же есть история о том то что в новых цешках она решена тем не менее давай смоделируем с тобой ситуации ты купился это автомобиль и пришел такой день то что утром сел него завел а он во первых например заводится с некой затяжкой появляется металлический звук начинает такое наш появляться тарахтение напоминающий работу двигателя в первую очередь ты должен бросить все и ехать сразу сервис потому что скорее всего у тебя появилась распространенная проблема с цепью что нужно делать но в первую очередь каждые 60 тысяч цепь менять сам mercedes говорит а не меняю до 150 тысяч пробежит официальные дилеры сотрудники слесаря говорят то что тысяч на 100 надо менять вот я нашел один отзыв человек который говорит я приехал мне на 100 тысяч порекомендовали сделать я отказался на 110 тысяч он поле попал на капиталку если менять цепь цена вопроса сегодня порядка 30 35 тысяч рублей если вы вот это проследит момента замены уже звезд это будет цена вопрос порядка 150 200 тысяч рублей на самом деле звезды очень дорогие поэтому лучше за этим следить и это на самом деле вот я вам скажу одна из основных проблем которую ну на которую вы не должны забивать цепь и коробка то есть ну диагностирует чтобы не попасть я вам рекомендую вообще когда вы покупаете автомобиль загонять его на диагностику не к официальному дилеру не в какой-то там рядом стоящий сервис чтобы там ребята посмотрели подвеску что-то сказали есть такие так называемые клубные сервисы что это такое когда автосервис специализируется на ремонте и обслуживание одной марки например mercedes то есть ты приезжаешь люди там работают с цешками с ешками и они их знают досконально они все эти проблемы знают и более того вот он приедет и пришли он тебе посмотри сразу цепь он тебя разберет посмотрит твои звезды он тебе сможет сказать что в каком состоянии чего-то реально ожидает знать но стоит ожидать от машины сколько тебе готовит дополнительных денег на первое вложение потому что когда придешь покупать и бы уж что учете для человека скажет он тебе скажет что все нормально ничего никаких проблем нет я все диагностирую все хорошо машина в идеале ты похож вокруг него так куда без подъемника ночи про машину можно сказать пнуть и там по колесу сказать но да все нормально если ты обратишься к официальному дилеру а вот чё они тебе скажут они тебе скажут да там с чем-то проблем на как у меня было с фары на придах заплатили фары меняем на эти не будут ничего чинить коробка там пинается они дают опять же 99 процентов случаев то что они должны машины то они поедут они там посмотрят скажут да все в норме все хорошо поэтому идеальный вариант обращаться именно к специалистам если находишься в регионе ищи такого человека вот нет тебя клубного сервиса ищи человека который действительно профи в мерседесах капотик ну газоупорные держатели вы все сами заметили кто-то скажет что не помыли двигатель сюда открывает вот так же что просто долить омывающей жидкости цены внимание мотор парни мы идем дальше знаете смотреть косой подвески передние задние независимо многорычажная есть нарекания говорят подвеска хлипенькая слабенькая хочу сказать одно все зависит дорожные условия то у нас сейчас весна вместе с ней тает лед между нами никого он никого не найдет но суть другого если ты в городе в живешь таком где будут большие ямы ну как вот на этой машине ездить до жалко же будет они на самом деле ездить диски на 17 вот мы уже катались они по городу то что она жестко но я бы не сказал отмечу то что очень много аналогов различных по подвеске поэтому я думаю то что на какой-то там большой ремонт и здесь не попадешь на опять же если ты берешь mercedes должен быть готов это должен как минимум деньги какие-то иметь купить на последнем потом встрять надо примерно 20 будет блин вот попала двадцатку здесь но не та история и нужно обязательно обратить внимание тормозную систему здесь она действительно слабая очень быстро стирается также быстро стирается тормозные диски многие ставят какие-то аналоги там немецкие ну фирму часто еще не назову просвет дорожного автомобиля 140 миллиметров вот что я вам хочу показать его часто называют низким обратите внимание как расположены сиденья вот она сама по себе по отношению к полу очень близко расположена вот ты выйдешь утром на работу пойдешь сядь свою машину открою обрати внимание тоже как правило у других людей на там прям на седанах там японцах допустим сиденье повыше расположено что это говорит ты когда сядешь машину будешь ты сидеть тебе будет сеть комфортно у тебя ноги там вперед уйдут вот рядом девушка сядет или ты там пассажиром сядешь ноги слишком высоко получается задираются переходя к задней части автомобиля могу отметить то что была проблема связанная с задними амортизаторами но цена вопроса там невысокая поэтому на них заострять внимание не будем смотрите ну покажи просто сколько вот место сзади обратите внимание на сиденье я вот отодвинул так как сам сижу для себя с комфортом то есть залазью опачки опачки да ну вставки есть сидеть можно нырять ну тесто что-то сказать то есть если так развалиться там ноги влево вправо ну по гордоку от доехать там подвезли тебя нормально самому же будет неудобно плавненько мы переходим к задней части автомобиля посмотреть на цените сами задние фонари у нас диодные в целом машину мне кажется что она симпатична что какие плюсы почему машину покупают но в первую очередь но нравится людям она внешне даже находил отзывы те которые говорили о специально взял дорестайлинговую версию лежит душа кристайлинговый есть такие тоже до драйверские ощущения машина хорошая особенно знаешь конечно идеальный вариант для какую цешку 63 да ты сам все понимаешь то есть некоторые гонщики даже формула-1 то есть говорят там любители у каждого есть там c63 давайте посмотрим что у нас багажником что ты здесь получаешь принципе место здесь для c-класса достаточно положить какие-то вещи ты также можешь даже группно говорить на груз положить потому что он раскладывается вот у нас можно откинуть сиденье пол поднимаем запасное колесо полноразмерное есть там некая ниша свободно то есть принципе для того чтобы тебе что-то перевести нареканий у тебя не будет посмотрите друзья я вам предлагаю отправиться в салон автомобиля сейчас посмотрим интерьер оценим его с точки зрения того тоже на дворе 2017 год и отправимся на тест-драйв так как сегодня рабочий день солнце уже садится сами понимаете нужно успеть поехали и снова магия монтажа я уже в автомобиле обратите внимание на состоянии кожи но это понятное дело не кожа этот дермантин принципе никаких морщин нету отделочный материал мне кто-то нажал с вот c-класс там недостаточно хороший материал все здесь достаточно хорошая конечно этот пластик переднюю немного дубоват тем не менее катаясь по городу никаких посторонних звуков не замечено далее смотрите ну единственное что мне здесь смущает этот маленький дисплейчик конечно хотелось бы то чтобы он был побольше немного такой уже более свежий ну как вот уже есть в новых цешках в целом же здесь у нас телефон все можно пользоваться навигацию можно поставить подогрева сидений управление климат-контролем коробку нас имеет спорт режим управлять также можно мультимедиа и вот отсюда небольшим джойстиком раскладываются у нас подлокотник очень удобная вещь когда сделан по стакане так что можно закрыть наш но так вот конечно согласиться симпатичнее выглядит раз открыл поставил кайф попил закрыл руль покажу про состояние руля вот за 65 тысяч пробега руль как новенький ну реально как новенький порой бывает садишься автомобиль руль ну прямо ушатан ваще в мясо а так целом автоподъем автозапирание замков ничем вас не удивить опять же отмечу один плюс вот тоже такой цвет сделан вот сейчас вечером садишься к солнце нет никаких царапинок садин ничего не заметно а когда делаешь такой черный глянец постоянно какие-то проблемы крышу нас тоже черная в целом машине сеть уютно на самом деле я съел не обламываюсь тут сидишь комфортно когда я ехал я думал будет хуже значит я думал то что думал блин сейчас я как-то мало будет место казаться ошибался место мне кажется здесь вполне достаточно ну что поехали прокатимся посмотрим как он будет себя вести на ходу итак мы едем по городу в первую очередь хочу сказать то что зеркала небольшие но обзорности достаточно левое у правого зеркала и салонового хватает так чтобы приходилось что-то присматриваться нет такого лежащий полицейский час один проехали вот едем второй скорость 40 очень часто слышал то что жесткая подвеска зубодробильная подвеска и ты по-любому то же самое слышал согласись надо самому тебе прокатиться приедешь заходишь купить возьми обязательно покатайся по езди по разбитой дороге жесткость я заметил только выходя на проселочную дорогу от выезжаешь там какую-то в деревню уже все там да как-то неприятно какие-то легкие стыки машина реально глотает 17 диски я бы на подвеску вообще не пожаловался бы с уверенностью могу сказать то что очень хорошо слышно как работает турбина то есть когда прям газку поддаешь слышно то что она подключается подхват действительно хороший динамика разгона восемь с половиной секунд то есть у нас горочки спускаемся если газку в пол дать наш есть такой некий толчок спину которого нет у автомобиля передний привод на укажи пожалуйста дорогу чтобы ребят видели вот они заплатки до после весны сейчас на весна точнее пошла делают я еду но реально все глотается маневренность автомобиля отлично то есть перна там перестраиваться на что нет какого дискомфорта он не кренится машинка низенькая то есть для любителей покататься резвые езды кто любит в городе знаешь не мяблить как я говорю ты тут толкаться там потихонечку а так раз раз уже в данках уже на работе уже там все в пределах разумного понравится рулежка автомобиль оборудован системой старт-стоп вот мы сейчас стоим на светофоре он заглох я педаль отпустил он завелся может быть этот топливо как-то экономит но в среднем расход расход топлива у автомобиля составляет в смешанном цикле порядка 8 9 литров ну 10 литров для города это в принципе я думаю это будет уже даже много шумоизоляцию в автомобиле к читаешь чужие отзывы вот шумка хреновая нормальная шумка едешь от час лета уже можно сказать да асфальт шипованная резина но прям такого дикого шума нету то есть на самом деле вот едем смотрим выключили все выключили музыку выключили кондиционер все тихонечко едем едем как 80 км куда слышно то что есть от того что резина шипованная все поэтому паш здесь все дело вкуса одни говорят хреново надо все шуметь другие говорят нормально поэтому принимай решение самостоятельно пости тест-драйва в заключение хочу сказать по поводу содержания автомобиля именно цены на него друзья это все сугубо индивидуальный вопрос почему первое один каска сделает полную второе каска сделать угон total 3 вообще не будет делать далее кто-то купит автомобиль в хорошем состоянии кому-то достанется машина в которой подвеску нужно будет перебирать поэтому здесь лучше каждому считать самостоятельно потому что может назвать условные цифры с ними кто-то не согласится кто-то согласится должны быть денежки не так что на последний купил доход тебя 30 тысяч месяц и ты потом сидишь там жалуешься и платишь а машина стоит во дворе не заводится вот такие дела друзья вот таким получился нас данный видео обзор смотрите в каждом видеоролике я стараюсь быть максимально объективным поэтому если я что-то где-то не так сказал подкорректируйте напишите обязательно ваш комментарий все что вы думаете по поводу данного автомобиля либо же вы наверное какую-то альтернативу ему при условии того то что автомобили стоит но в среднем на вторичке миллион тире миллион четыреста вот в этом диапазоне цены на этом я заканчиваю подписывайтесь обязательно на канал подписывайтесь обязательно инстаграм канала потому что я выкладываю аннонсы где спрашиваю ваше мнение вы можете еще до начала съемок про автомобиль что-то посоветует сказать на что обратить внимание канал не мой канал наш поэтому ставьте лайки пишите ваше мнение до новых встреч всем пока пока